привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе бёздэй патти за бёздэй патти со своими уныло-нойзовыми звуковыми ландшафтами являлись одной из самых мрачных и самых замысловатых постпанковских групп появившихся в начале восьмидесятых прообразом команды послужил школьный ансамбль созданный в пригороде мельбурна ником кей вам вокал миком харви гитара филом келвертом ударные и их одноклассниками джоном кассиверой гитара бред там перселом бас и крисом койном саксофон определенного названия формация не имела а ее первоначальный репертуар состоял в основном из каверов дэвида боуи лурида рокси мьюзик элис купер и сенсейшену алекс харви бэнд по окончании школы вторая половина состава нашла себе другие занятия а вместо них в коллективе появился бас-гитарист трэйси пью в 1976 команда именовавшаяся теперь бойс некс до оказалась подверженной нашествию панка однако уже на следующий год ее стиль начал мутировать в сторону нью-вейва существенные изменения в саунде произошли после прибытия гитариста рованда хаварда славившегося фирменным фидбэком звучание бойс некс до рожденное из смеси панка рокобилли фри джаза и грязного блюза с трудом поддавалась категоризации но его отличительными чертами стали повторяющиеся басовые линии и неистовые но в то же время минималистичные барабаны и хотя команда усиленно репетировала ее игра выглядела так будто бойс находились на грани коллапса так или иначе но у экспериментального творчества группы нашлись свои почитатели и музыканты получили поддержку в лице продюсера тони коэна и менеджера и владельца лейбла missing link кифа гласа сделав несколько записей и отыграв более двух сотен концертов коллектив добился умеренной популярности на австралийском континенте однако дома дальнейшее продвижение было затруднено и в феврале 1980 года команда рванула в лондон где первым делом сменила название на бёздэй пати англия встретила пришельцев довольно сурово и в течение нескольких месяцев группе удалось отыграть не более десятка концертов пока музыканты добывали средства на пропитание отличными от их основного занятия способами фирма missing link выпустила альбом за бёздэй пати по сравнению с нововолново поп-панковским предшественникам доу-до работа звучала более хаотично и мрачно изначально пластинка вышла под именем boys next до но впоследствии была переиздана под новой маркой и включена в официальную дискографию бёздэй пати в конце 1980 коллектив вернулся в мельбурн где записал диск про эрсон фая к распространению которого подключилась британская фирма фо иди перверсивно-религиозный тревожно-мрачный с вокалом кейва хорошо подходящим для фильмов ужастиков этот альбом заинтересовал не только европейскую но и американскую публику и музыканты собрались готовить продолжение пью тем временем угодил в кутузку за вождение в пьяном виде и его по очереди подменяли барри адамсон харри хавард и крис волш альбом junkyard сохранил зловещую атмосферу предшественника но среди компонентов дьявольского коктейля бёздэй пати стали больше слышны блюзовые интонации по выходу диска с диагнозом профнепригодность был изгнан келверт а на ударные переместился харви после и пи-мьютини установка на некоторое время отошла к десу хеф неру но потом состав вновь сократился до квартета тем временем наркотические дела накалили внутреннюю обстановку и хотя больше всего дрались кейв с хавардом первым решил соскочить харви в 1983 в команду вернулся хеф нер однако дело неуклонно двигалась концу и по завершении австралийского тура бёздэй пати распались позже музыканты из группы участвовали в ряде других проектов наибольшую известность из которых приобрел ник кейв энд зэ бэд ситс в 1986 трейси пью в результате несчастного случая получил серьезные травмы головы и вскоре скончался от кровоизлияния в мозг рован хавард умер от рака печени в 2009 субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok